Портрет современника и портрет современного Героев нашего времени и самой эпохи в Национальном художественном музее Как совместить классику и современность, быть популярным, но не быть попсовым Какие шедевры до сих пор скрыты от глаз широкой публики Как возрождается белорусская реставрационная школа И какие мифы и легенды о главном музее страны На самом деле реальность Об этом и не только искусствовед, живописец, мэтр музейного дела и яркая личность нашей творческой среды Владимир Иванович Прокопцов В проекте 24 вопроса Владимир Прокопцов Генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Выпускник художественно-графического факультета Витебского педагогического института Член Белорусского союза художников Белорусского союза литературно-художественных критиков Участник выставок с 1986 года Работает в жанрах натюрморта, пейзажа, тематической картины В марте 1998 возглавил Национальный художественный музей Беларуси Лауреат в составе коллектива Специальной премии президента Беларуси Деятелем культуры и искусства в номинации «Музейное дело» Награжден медалью Франциска Скорины Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь В 2012 году на Первом национальном форуме Музея Беларуси в Гродно Признан лучшим руководителем музея в Республике Беларусь Одна из легенд, может быть, это и правда Гласит, что Национальный художественный музей Выставляет менее 3% всех своих сокровищ А есть работы, которые вообще никогда не видела широкая публика Но это не легенда, это правда Чем потому, что у нас, во-первых, не хватает выставочных площадь И мы вымушены наводоробить выставки международные проекты И мы, как все ж таки, мы могли выставлять все У нас таки есть проект нашей коллекции Это была коллекция выставки Айвазовского Якая, до речи, мела великий разголос Становчивый отгук, больше того, наши наведленники Наши же хоры, глядачи, потребуют, как мы все ж таки еще раз показали Зараз мы рихтуем выставку Айвазовского в новом формате И, конечно, мы стараемся показывать экспозицию в этом проекте нашей коллекции Безумовно, с тем, что у нас развивается под патернатом нашего кероника державного музейного комплекса Безумовно, это вырешить пытание, но не кончатково Пытание не стоит, как все сразу показать, что в сховищах Такое немогчимо, и это нормальная практика В разных музеях по-разному, у нас 3% Ну, а ли оптимально, когда мы сделаем музейный квартал Это будет не до 8-9% Это будет уже вырос больше-меньше нормально Некоторые работы подработают реставрации и так далее Некоторые работы подработают доследование, экспертиз И, безумовно, это ведется такая навыковая работа И мы, конечно, эту работу ведем что дня И, не глядя на то, что музей працует без выходных Але наши супрацовники вельми пленно, активно, напруженно працуют И мы рахтуемся до речи до великого свято, яка отбудется в 19-м годе 80-х годов, дня заснования нашего музея Гэтый год будет уникальный Мы робим широк международных проектов с нашими коллегами Выставочные проекты в том лику Ну, можно назвать, у нас вельми добрые стасунки с музеем Ватикана Но вот будет выставка с музея Ватикана Мы домовились с директором Барбара Ятта на этот проект Ходят слухи, что вы каким-то непостижимым образом подкупили работников Ватикана И впервые провели выставку икон Хотя Ватикан не имеет вот этой выставочной деятельности, не занимается Это правда? Ну, я хочу сказать, что там ниакого подкупа не было Просто так скрывались обставины, что я выпадковал в 2008 году кардинала С Ватикана, який был тут у нас на Беларуси Мы провели такую экскурсию по нашему музею Был и нунцы, так сказать, посол Ватикана у нас И я пропоновал сделать выставку А тогда была великая выставка православных икон Дагадовины хрященни Руси И я пропоновал нунцы, говорю, и кардиналу Говорю, вот у нас есть и не только православные иконы, але и католитские иконы И мы б могли, як две основных конфессии, выставить в музеях Ватикана Эта идея нашла подтримку Потом подключился наш МИД, посол Оленик Сергей Федорович И мы вели перемогу с директором музея Павла Уччу Это были вельми тяжкие переговоры, так я честно скажу Три раза я только выезжал в музей Ватикана До речи хочу сказать, что там нема выставочных площадь, так сказать Для нас сняли специально зал византийского мастатства Там, наверное, климат-контроль есть Ну, кроме того, что не могли демонтировать великий римско-греческий иконостас И дальше он вельми органично описывал всю нашу концепцию Ну и там были готовы витрины Это было 33 иконы, уникальные иконы С 17 по 21 годе И, конечно, для нас это было вельми престижно На эту выставку был наш президент Александр Ильич Лукашенко Разом с державным секретарем Ватикана И, конечно, для нас это вельми было престижно Она произвела фурор Да, в день проходило 30 тысяч человек Мы покинули книгу воды, но она литерально за пару тыднев была исписана вся И, конечно, для нас это было вельми престижно и вельми знаково Мы задавали пытание Владимир Ильич, что вы можете уже в Ватикане показать? Там все есть Але мы смогли показать наше сакральное мастерство И этот проект мил не только культурное значение Але и религийное, покольки две конфессии Там далече было не две конфессии Там было навод три конфессии И униадские иконы у нас были И православные, и католические И этот проект мил великое религийное значение Духовное значение И политичное, разумеете? Да это не выставлялось и никто там И скалались и вельми добрые относины И с керамнистом музея Ватикана С упроцовниками Там есть уникальная реставрационная мастерня Мы домовились, что наши реставраторы Будут ездить на стажировки у музея Ватикана Холостальная школа Да, по кольке Там уникальное обсталевание Там амаль, что космичное обсталевание у них Там у них на высоком узоровне техничном все И, конечно, для нас вельми важно По кольке мы в рамках музейного квартала Будуем свое реставрационное мастерне И нам вельми важно повышать узоровень профессийных наших реставраторов В молодежной среде ходят слухи Что вы хотите захватить как можно больше центральной части города И потеснить классическим искусством Вот то самое современное, такое перформансное искусство Молодежи с улицы Зыбицкой Я ничего не противопоставляю Просто наш музей Мает свою нишу Мы не всеядные Мы можем проводить там в рамках ночи музеев Там некие такие И перформансы, и так далее Но это не наша основная политика Наш музей мает свой напрамок И наш музей Он носит таки Больше классичных напрамок Вельми важно, потому что музей Это не просто музей Это науково-одокацийный центр Мы же не можем показывать сегодня одно, завтра второе И так далее Есть музеи, которые как раз працуют в этой нише И, конечно, мы не супрыть, так сказать Больше того, мы экспериментуем И працуем с молодыми мастаками У нас в ArtCafe есть специальная такая программа Инсталляция В рамках ночи музея уробим Но это не становится основной деятельностью У нас столько творов Яке нам треба показать Яке треба нам донести до глядача И не просто там развесить экспозицию А показать с интерактивом Вот, как зарабили мы выставку Айвазовского До речи наши реставраторы Зарабили реставрацию великого полотна Маль, что три года реставрировали полотно И сегодня зарабили выставку И народ просто просит И мы, конечно, повинны вот таким чином Показывать и дорослым людям Как бы это было текало И детям, как бы это было текало У нас и музейные программы робятся Под конкретные выставки Поэтому я бы не сказал, что мы такие уже Тут некие закостенелые Нет, но мы свою инопраму Ктримаем вельми строго Мы не хочем захватывать Ни у кого хлеб отбирать Так, коленаска хай працует Там, иншиам музеи Это, кстати, своим напрямку Но мы так само и вы с тобой робим И такие проекты В рамках, скажем, ночью музея Веросневой Те ночью музей Майской Я бы сказал бы так Музей мой лес Мои батьки Меня выхвали на принципах правды На принципах такой духовности И относен до людей Я сам на роде все увез И вот эта философия Наклала отбиток и моя мама И моя тата Вот мне выхвали в этом плане Что вы сказали, как бы я Говорит, сынок, ты все добивайся своим мозолем Ну, я за все доставлюсь Нам эти так сверхзадачу Чем? Потому что Ну, человек не может без гэта А тем больше, что человек творчев Он повинен ставить Нейке сабе вышине И, конечно, великое задавальнение Калига, ты вышине, ты берешь Мы не только на работе Али и проживаем Як люди, які хочут иметь И нормальную семью Вот им леку и я Поэтому вот хочется Как бы все было в гармонии Все И дома И на работе Ну, и, конечно Среди сирот своих сибро Есть миф Уже он ходит среди художников О том, что И на государственном уровне И меценаты Поддерживают в Беларуси Всего две художественные школы Минскую Потому что она центральная Они рядом И Витебскую А все остальные Вроде бы Выпадают из поля зрения В том числе и вашего Это правда? Нет, ну У нас есть дискриминация художников По региональному принципу? Нет, на дворот Я хочу сказать Вельми мощная школа И в Гродно И потребовать И Гродненские И Витебские И Могилевские И Гомельская Вельми добрая Суполка Конечно, Витебская Больше По колькости Она больше значная Так У поравнования с иншими Но и туда устремляются Все наши иностранные партнеры Ну Из-за имени Малевича Ну и не только Малевича Шагала Шагала же Там, по-прежнему Мастацко-графичный факультет Так сказать Кузница Мастацких кадров Ну и они Конечно И у нас Академия Мастацца У Минску И в училище Мастацкое Тут у Минску Конечно, больше Працуешь Живе Мастаков Но это не значит Что у нас есть Такий поддел Поэтому тут Некая дискриминация Нема Тут один принцип Это профессионализм Мастацко-графичный факультет Возьмир Иванович Это правда, что вы ввели Такой термин Изобразительная попса Да Значит, есть такая Такие термин Это не я ввел Но попса Попса Она кругом есть попса То есть даже в эстраде И в эстраде И она есть кругом И в театре есть И в музыце Вы противник Да Я, конечно Ну, попса Но, возьмите Попса по псеврозе А как же people have Знаете Ну, понимая Возьмите Тут ситуация такая Что, ну, конечно Сегодня вот Ну Я, конечно Мужевыхованный На классичных творах Но не могу, допустим Там Не буду говорить Про некоторых И наших И российских Допустим Артистов эстрадных Так Я все-таки Больше классичного На прамку И выхованный На больше классичном И, конечно Скажем У нас в музее Мы не можем Выставить Нейких мостаков Вот такого На прамку Как вы кажется Ну, на вот Вот Ника Сафрона Хотя он безумно Погулярен Да Ну, по-первых Я лечу Что И он не может Выставляться В национальном Осадском музее Но есть узровень Разумеете Профессийный До речи Я хочу сказать И корреку Вот им леку И наши белорусские мостаки Мы Не где Тридцать-сорок человек Мы просто На ученой ради Затвержается План Выставочный день Не один Прокопцов Выращает Директор Музея Выставочный план Кому выставляться В национальном Мостатском музее Выращает Совет Ученых Так У яки Выходит Старшиня Белорусского союза Мостаков Ситница У яки Выходит Выкладчики Академии Мостатства Иншие мостаки Ну и музейные Сопротцовники Так само Музейные Сопротцовники Других музеев Так Поэтому Принимается Коллегиальное Решение Но Олежь Мы Повинны Вытремливать Узрой Легенда Лично Про вас О том Что у вас Очень сложный Характер Что вы Периодически Меняете Своих Заместителей Что Либо Живете В музее Либо Живете Музеем Я живу Музее И музеем В наступном Годе 20-годовый Я директор Музея Ну По-первых Я Меняю Своих Наместников Не тому Что Просто Меняется Ситуация И Сегодня Зусим Иншее Потрабование И Много Вот Бывая Так Что Человек Ну Как бы Вошел В колею Да И человек Какие Полностью Вычерпывая Свои Могчимость А так А музей Не может Стоять На месте Это Пробачив Семенение Нейко Это Громадская Организация Где коды Зайшел В придет Час И мне Приходится Сходить С этого Поста И Доречая Думаю Кто Будет Мой Преемник И мне Конечно Хотелось Как бы Мой Преемник Был На Узровне По Кольке Это Не Мой Приватный Музей А Державный Национальный Мостатский Музей То Повинны Быть И Потрабование Я По-первых Я До Себе Так В В Ставлю По-трабованию Я И Выходного Музея Працую И Без Отпочинков Працую Так И Я Хотел Чтобы Наш Музей Был Самым Пешим И Это Визитная Краточка Это Визитная Да Это Визитовка Нашей Краины Поэтому И Потрабование До Моих Подначальных Самые Так Строгие Так Да За 20 Годов У меня Сменился Три Так Сать Кола Наместников Так Сегодня По-трабованию Я Ставлю Вот Ну Бывает Что По-никих Инших Причинах Ты Сать Люди Заходят Тому Что Это Великая Отказная Работа Я На Вот К той Песне Значит Раньше Думай о Родине Потом О себе Когда Мы Увидим Выставку Владимир Иванович Прокопцова Ну Живописца Когда Мы Увидим Но Я Директ Строгого Директора Музея Я Вепер Слагают Легенды Я По-первых Я хочу Сказать Что У меня Такие Будет Подвоенный Юбилей И Орех Тую Вот Я Раз Такую Зараблю Справоздачу Свою Творчивую Мастатскую Поэтому Я Працую Соправдую По выходных Днях Майстерне Подтремную Форму Акмастака Ну И Конечно Для Меня Готовали Вельми Важно И Вы Вы Свои Некие Такие Почутти Переживания На своих Холстах Чему Потому Что Я Не Только Директор Хочу Так Сать И Нечто Сказать Экмастак Поэтому Будет Такий Проект Я Дай Вельми Серьезно Рихтуюся Признаться Потому Что Это Соправды Такая Творчая Справоздача Экмастака Треба Тримать Узроем Так Сам А Перед Своими Коллегами Мастаками Коли Ты Заявляешь Про Себе Что Ты Мастак То Без Скидок Ни Яких Не Будет Директор Тем Более Директор Ты Повинен Быть На Узроне Поэтому Я Скажу Так Я Вельми Так Ставлю Серьезно Отдак Это Так Само Но Як Мастерствовед Так Само У меня Нажали Не Смог Нем Час Зарабить Докторскую Диссертацию Оленейки Книги Белницкая Беруля Зараз Рихтуемся До юбилея До речи Фердинанда Рущица В 2020 Великий юбилей Будет у нас В рамках ЮНЕСКО До речи будем Означать Так что Будем писать Книгу Про Фердинанда Рущица Зараз Про Белницкая Беруля Поэтому Я Как бы так Переключаюсь В своей работе Днем я директор Вечером Мастак Вот А потом А ночью Мастак Сознаваться Поэтому Это Я скажу Мне вельми До помогая Проходит С одной Ипостаси В другую Ну и конечно Я отчуваю Признаться Вельми комфортно Я вельми рад Что я На этой Посаде Я себя Отчуваю Вельми Так сказать Комфортно Потому что Я знаю Что треба Еще зарабить Что зарублено Что зарабить И ведаю Что Над чем Надо Працевать Разом Своим коллективом И конечно Это Ее сенс Всего Життя Вот Кали Это все Мы Сробим На высокем Таким Профессийном Узровне Это Будет Вельми Важно Это Вельми Будет Престижно Для нашей 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 Калины Тому Что Ну и Конечно Я Як Директор Вот Свою Миссию Повинен Буду Паретник Не Рукотворный Перед Сами Попередниками Перед своими Коллегами Старейшими Я Моя Навазе И Юрий Александрович Карачун Директор Был И Елена Васильевна Алладова И Михаила Прокопович Ну то Я Отчуваю Великую Отказанность Признаться В музее Приходит Не Рабить Карьеру Разумеется Стать Министром Культуры Пошел На 2-3 Годы Попрацел И пошел Тут Когда ты Приходишь Ты Повинен Уже Працелать Что Называется До Выноса Не Что Зарабить Значное И Оставить След После Себе И След Добрый Оставить После Себе Добрые Относины Людей Добрые Вспомин И Это И Контролируя С Тебе И Конечно Настраивая На Такую Отказанную Работу Это Музей Это Моя Вестка Женская Будда Это Беларусь Моя Родима Это Вельми Широкое Понятие И Конечно Повинен Быть Отповедной И Не Только Гонор Или Отказан За Эту Родима Такое Пытание Вечное Пытание Батьков Детей Вот Пытание Поколения Пытание Взаимодносин Это Вельми Вельми Мне Сдаются Всеми Тяжей Чем Чем У Громад Чем На Работе Бывает Так Что Ты Знаходишь Поразумение С своими Супротовниками Какие Тебе У Дети Годятся Так Чем Скажем Со Своими Детьми Это Вельми Складанно И Вельми Непросто Я Завсюду Гляжу Канал Ваш И Мне Неподобается И Мне Самое Головное Что Нам Не Встает Так Больше Больше Могчимости Ознаемиться С нашими Культурными Набытками Вот Это Как раз В нашем Громадстве Мало И Ваш Канал Не Сдается Вот Это Компенсую На Ваш Взгляд Как Директор Музея Как Художник Как Человека Тонкого Герой Нашего Времени Есть Ли Этот Герой Нашего Времени Востребован Если Он На Полотнах Живописца Вы Видаете Что Герой Есть И Есть У Самых Розных Глинах Нашей Господарки Так Вот Скажем И Наши Керовники И Простые Люди Какие На Предприемствах Сельской Господарки Какие Про Суть И Подняли Вот Это Так И Наши Науковцы Так У Науцы Так И Глядите У Нас На Сферы Культуры Так Мастадстве Да Вот Я Просто Не Хочу Назвать Назвать А Могу Некоторых Забыть Так Вот У Нас Здесь И Сейчас Права Ведать Чего Нам Нехопая Это Вельми Правильное Пытание Нам До Речи Было Правильное Советский Час Мы Больше Звертались До Человека Працы И На Тых же Полотнах У Нас Было Вот Сегодня Глядишь Наши Выставки Вот Была Выставка Только Что Закончилась Недавно Выставка До 950 Годя Города Минска И В разделе Минск Минчане Мы До Речи Выдали Альбом Великий Альбом Ум Мостатской Литературы И Там Вот Портреты Минчан Да Знаковых Починающих От Простых Людей От Простых Рабочих На Вот От Работников Милиции ГАИ Да Вот Сегодня Это Не Хапая И Я Лечу Чему Сегодня Вот В наших Районных Центрах Областных Центрах Так Вот Была Такая Памятую Такая Традиция Писали Мостаки Лепших Людей Своих Районов Передовиков Так Вот Скажем Тэш Дожинки Проходит На Республиканским Узровнем Областным И На Районном И Тэш У нас Есть Мостаки В Регионах В Областных Центрах Чему Скажем Керавництво Регионов Этых Так Не Заказать Портреты Наших Передовиков У Селик Экспитации У Промысловости Есть Судовные Педагоги Так Есть Выдатные Врачи Так И Вот Скажем Мостак Атримав Был Заказ Написал Портрет Так Цэц Этого Передовика Ну По-перше Его Подтримали Материально А потом Гэтые Портреты Была Б Галерея В Районных Областных Музиях На Одно Предприемство Там же Агрогородку Я Не Думаю Что Керавництво Агрогородка Скажем Там Снов Те Инши Предприемство Акета С Прибытком И Працует Вельми Пленно У них Есть Так Сам Передовики Чему Не Заказать Галерею Живописных Работ Так Можно Зарабить И В Скульптуре Бюст Там Да И Вот По-перше Было Вельми Прямо Что Ушановали Это Человека Так И Он Застанется У Памяти Нащадков Так Продведи Годы Может И Она Выдатна И Для Мастаков Будем Вот Я Больше Увагу На Людей Працы И Не Хапая На Литературе В Той Же Так Вот Не Хапая Вот Нек Мы Все Так Больше Так И Затрагиваем Глобальные Проблемы Глобальные Проблемы Надо Ближать Человеку Человек Это Есть Вот Той Основанной Кой Мы Сегодня Вот Живем Деймерила Так Сама Космос Так Вот Треба Познать Душу Человека Мы Хотели Вот На Творых Мастатства Выховывать Наших Людей Особенно Молодь Какая Зараз Иде Вот Этот Интернет Надо Кабьяны Ведали Молодь Кабьяна Свою Историю Района Школы Региона Свою Краины Кабьяны Ведали Своих Героев Наших Лепших Представников Передовиков Процесс Вот На этом Нам Требов Сим Скироваться Ну И Конечно И Мы Так Само Музейные Работники Да Не Только На Мастатском Музее Мы Отчуваем Вот Эту Отказность По Формированию Не Только Эстетичное Рыхование А Политичное И Как Б Там Не Соромились Я Не Скрываю И Завсюду Повторяю Что Музей Это Идеологичная Установа Мы Формируем Политику Украины Вернее Мы Продолжаем Эту Политику Мы Формируем Сиродия Святопуголет Человека Починающий От Скажем Маленького Человека И Заканчивающий Дорослым Человеком Поэтому Миссия Музея Вельми Важная Вельми Отказанная И Я Директор Отчего Вот Эту Отказанность Отчего Вот Это Я Керовник Головного Музея Нашей Кровины Владимир Иванович Я желаю Вам Успеха Причем Успеха Во всех Ваших Четырех Ипостасях И директор Музея И художника И искусствознавца И человека Я думаю Что в этом Коллективном Образе Герои Нашего Времени В том Числе И ваши Четыре Ипостася Присутствуют Спасибо Вам Огромное Дякую Дякую Дякую